здравствуйте у меня вот такой вот вопрос вам когда-нибудь доводилось проходить рядом с собачьей стой особенно в их так называемый брать что при этом происходит стоит на тебя гавкнуть одной собаке начинает тут же гавкать все примерно тоже ощущение испытываю гадкой в свете последних событий сразу говорю я не хочу хайпануть я хочу просто высказать свою точку зрения ну все уже знают да что в москве недавно случилось резонансный бдтп известный актер театре кино народный артист михаил эфрема сотворил ужасную варю в которой погиб человек хорошая согласен хорошего мало меня поразило другое сколько человек ополчились на него я согласен в любом случае когда совершает что-то происходит с участием известных людей то в любом случае обретает резонанс в данном случае резонанс во всех сферах михаил эфрема появлялся в каких-то политических ток-шоу появлялся на первом канале в роли эксперта он известен в спортивных кругах поскольку является с ранних лет давним болельщиком спартака является актером театре кино я вот честно говоря бейсбольный просто люблю потрясающий актер и мне как бы не по себе от того как что случилось я сейчас не собираюсь говорить о том как какую плохую вещь делал михаила фильм не поражает то как много людей просто натурально стали тяпкой как много людей стали его травить прям натурально складывается вот такое вот ощущение взял три она идут сквозь получается собачью стаю и получается не на меня то вот на того человека дан сути михаила трем все эти собаки гав-гав 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 даже местный вот оригинале вот на сайте я не . русичал своим долгом мусира все вот эти вот подробности то там с кем там будет мириться не боится кто там кому какой щерб нанес там подробности там кто сколько там на него уголовных дел завели боже мой да куда мне катится мир еще раз говорю не хочу сейчас говорить о том что сделал михаила схема в какой-то будет я хочу вообще обсудить всю эту ситуацию которая поднялась вокруг всей всей вот этой травли до куча всяких этих недоблогер да который считается и долгом обосрать даже может когда-то ими даже любимого артиста куча блогеров стали выпускать видео том какую нехороший верить дело михаила прим начинает вспоминать его все эти скандалы начинать это говно пережевывать люди вам зачем это надо скажите не пожалуйста начинает все это пережевывать а вот он уже попадал в дтп а он уже там был в пьянке а вот там кому-то там кричал он периодически появился пьяных местах людей причем с того что он обычный человек почему вот никто на секундочку даже не может понять что сейчас человеку реально плохо он понимает прекрасно какой груз сейчас на нем лежит что он будучи таким известным как бы с публичной листью сотворил такую вещь да ему реально плохо мне реально его сейчас жалко сколько сколько сейчас говна на него выливается почему я не хочу массировать о том почему что вообще сделал михаил фильмов я не сидя и обычный человек я могу сказать так просто себе плохо в новостях сказали все ладно фиг с ним есть специально обученные люди суде да есть закон пусть как говорится не надо устраивать показательную порку которую сейчас ему натурально устраивают пусть грубо говоря вот он отвезут в суд и суд разберется что он там сделал какие там кодекс его нарушил что ему собственно говоря за это будет я прошу оставить человека натурально в покое пусть у вас покойным ему обязательно в паять отчет какой-то наказание потому что погиб мало что пьяный дтп погиб человек а это согласитесь хорошо мало так пусть по его доставьте поставьте человеку в покое затем надо вот человек отравить и вот этим путем блогер начинает обрежевывать вспоминать какие-то фильмы а вот я его любил от я его не любил от реально посмотрите в ютубе дам куча блогеров в инстаграме начинать это пса следу все это люди вам зачем все это надо вы реально сейчас напоминаете собачьи слов на человека наверно развернулась настоящая травля александр слеменко вроде бы боец да там ни разу там может не поклонник а по кино по караме на первый взгляд олег тактар начинается уже дмитрий губерниев прямо аж с несознанными выражениями в телеграм-канале то в инстаграме там то прямо обосрал самого актера прославленного и тех собственно в компании кто с ним ехал до умение пусть прославлено все-таки тоже актеру там тех которых мы когда-то так или иначе видели уже в кино там кто-то кто-то поземную в театре да кто-то театрал завязь завзяты и начинает собственно говоря все это призывать должен сидеть в тюрьме его надо наказать его надо сыграть сволочь да вы чё себе обалдели что ли оставьте человека в какое пусть он ответит по закону кто вы такие шлеменко купили в губернии вообще спортивный журналист он пяткой крестился что его любимая тема пиатлона последнее время дмитрию губерниев реально сорвало крышу позволяет себе выражением не свойственно наверное профессиональному журналисту какому-то журналисту желтой прессы обливает грязь какие-то сам такой чей что реально просто сам себя пиарит это нехорошо это я настоятельно рекомендую прекратить я рекомендую прекратить все это безобразие оставить человек да согласен повторюсь ты можешь пятьсотый раз да вещь это может не очень хорошая которую сотворил но не нам об этом судить нет начинается пережевывание соплей пережевывание вот это всего говна почему мы это делаем один гав туда там с центрального допустим телеканала и понеслось гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав я очень надеюсь что меня хоть кто-нибудь услышит я еще раз я еще раз повторюсь я сейчас не пытаюсь хайпануть на это больной теме из меня уже куча пида блогеров набрала уже тысячи просмотров до поливая грязи пиже вот это самое говно да не имея никакого на это право может быть мы часто делаем заявление на которых собираем и но не имеем допустим никаких полномочий да я понимаю что каждый каждый хочет высказаться каждый кто там кто-то в большинстве случаев просто хочет нагнать себе просмотров да особенно климитом блогер там миллионики до политические я не удивлюсь если великий и ужасный навальный да за счет долгом все это дело светить не вас интересно в каком ключе он это все вода данном случае я не пытаюсь как говорится обсудить это кто что плохо кому-то что надо дать передать там я видел допрос в квартире да еще вот и фирма дождался до него было жалко смотреть него реально жалко человек вляпался по самой не было си и он понимает что он вляпался так почему надо мешать человека с говном пусть он сам себя смешать пусть он сам себя уничтожен поверьте пилить от себя будет и надо все это муссировать оставьте человека в покое я 500 раз об этом прошу кто вы вообще такие чтобы об этом судить слемянка там я может даже ульга тут это выскажется купе не блин кто вы такие вычетки это третийские судьи судьи дреды что ли лечу что это вообще такое мы взрослые цивилизованные люди да я согласен что современное общество представляет собой множество различных социальных и те в каждой из которых существует своя идеология свое какое-то направление мысли да вся какая-то философия да и в то же время мы все прекрасно понимаем что человечество это средство управляемая средствами массовой информации управляемая церковью да управляемым всем тем что нам вещать с экранов компьютеров телефонов телевизоров с радиоприемнику такими-то тут в эхо москвы слушать сколько говна на эхо москвы сколько говна вылилась на эхо москвы это просто не передать я вчера ехал по дороге на работу я думал боже мой в каком дерьмо в мире мы живем если человек сотворил гладиане да пусть лучше нагрет решить да такие нас козла я нет или нет и как бы это какого степень тяжести то я не что надо соблюдать как человека надо наказать брать меру посещения там да там посадить там что мы штрафы так далее в каком ужасном мире мы с вами живем один по окну те стены вдохнули и начали пугать в ответа причем в том же самом направлении к рисунку где-то тем же самым грубым запахом дано и излучаясь собака какие-то флиды на ту же самую волну мало вот кто вообще в выси выскаться все в защиту защиты высказываются да ну я не высказываю собственно грани в защиту я не выско не высказывай собак его порицание да порицатель уже без меня хватает я одно прошу я пытаюсь достучаться до людей оставьте человека в покое не надо все это желать вот это все это говно этой это не нужно не вам да вы хайпанули да а человеку приятного вас восторгает представляете в какую ложе вы себя в окунать и вы восторгались его кино работами в кино восторгались восторгались его работами в театре да где-то там сериалы да тут же вы поливаете говном забывая совершенно о том что миха михаил ефремов там на сцене театра да и дубу грянос на экране телевизора там кинотеатра это один человек человек который едет в машине да допустим идет поливаться это другой человек никакого отношения кино никого отношения театру не имеющий да он актер дан публичная личность но все забывают о том что это две разные вещи начинать этому сироте актера известный актер а он плохой он плохой к почему он плохой вы кто такие мать вашу что это вообще происходит не надо этого делать скажем так влип в историю человек по имени михаил ефремов он имеет какое-то совпадение с известным кино актерами филот римовым обожает миллионами пусть его работы будут жить на экране да а совсем что проходит за грубо говоря за театральная вешалка и там грубо говоря за дверями кинотеатра и за экран телевизора пусть совсем разбирается грубо говоря его близко руководство там кинематографическое да там где-то там агенты или то есть театральная часа там все равно в каком-то этом служит пусть они со всем этим разбирается да люди кому непосредственно ну как-то там допустим смогу алина гаде да и все поэтому под это просто человека в покое пусть он сам себя сгрызет закон пусть государства специально обычно люди разберются разберутся в тем виноват ли он в чем от виноват какой степень тяжести его вина и собственно грян какое наказание ему предстоит за это выписание с вами был проект без названия и очередной видос на злободневную тему меня максим заходите ко мне почаще ставьте лайк если вам понравится я жду ваш комментариях и не нужны на это видео лайки поставить это спасибо приятно мне интересует ваше мнение стандартный комментарий в теле там 8 лайк там хорошего вечера меня не интересует ваша реакция в комментариях когда пик я бешу полочку на стену мне нужно нужны ваши лайки я пытаюсь достучаться до людей мне нужно ваше мне интересно ваше мнение я пытаюсь с вами разговаривать в односторонном порядке потому что до стрима я доберусь не знаю не скоро что-то как-то мне душа пока не лежит для пяти человек заводить стрим которые на этот стрим за грязь зайдут если еще и 5 поэтому жду вашей реакции в комментариях заходите почаще мы обязательно увидимся скоро будет всем спасибо пока пока